От имени молодежи. Я думаю, что мы подписались молодежи в Славянского центра, но если вы примете наше обращение к Владимиру Борисовичу, я буду знать через ваши аплодисменты. А зачитает нам сейчас его от имени молодежи письмо к Владимиру Борисовичу. Уважаемый Владимир Борисович, мы, молодежный агдизм Славянского культурного центра, обращаемся к вам со словами благодарности за мир, который вы подарили нам 68 лет назад. Спасибо за ваше мужество, стойкость и героизм, проявленные в те суровые годы Великой Отечественной войны. Ваше чувство самоотверженной любви к Отечеству – это яркое проявление патриотизма, что будет всегда для нас, молодых, примером. Будьте здоровы и верьте, мы, молодежь 21 века, равняясь на вас, в трудную минуту встанем на защиту Родины. У меня от лица наших активистов вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, где вы встретили войну и где вы ее закончили? Вы знаете, трудно говорить об этом. Я единственное отвечу на этот вопрос так. 1418 дней и ночей продолжалась эта великая битва. Как можно было победить этого коварного, сильного во всех отношениях врага? Это прежде всего горячая любовь к нашей Родине. Это мужество наших людей. Это высокий патриотизм. Это готовность сделать все возможное, чтобы сохранить мир на земле. И часто приходилось встречаться с такими замечательными людьми, как Алексей Морисин. Вы, наверное, знали, читали о нем. И вот когда, встречаясь, я задал вопрос, как можно было тебе выжить? Он отвечал, что это горячая любовь к своей стране, это горячее желание выжить. Я вам всегда советую, дорогие ребята, надо жить. Но прожить эту жизнь надо так, чтобы не было больно за бесцельно прожитые годы. Надо любить нашу прекрасную страну. Любить за то, что она наша. И надо сделать все возможное, чтобы сохранить мир на земле на долгие-долгие годы. А Клара Бычков, о которой вы тоже много читали и видели в фильмах, всегда говорили. Володя, когда утром проснешься, вспомни, что ты сделал вчера плохого, а что хорошего. Приноси людям добро. Я всю жизнь приношу людям добро. И вам советую, дорогие ребята, уважаемые взрослые, надо жить так, чтобы приносить людям добро. И поэтому вдвойне потом ответиться тебе тем же. Что касается войны, надо сделать все возможное, чтобы ее больше никогда не было. Вот когда я побывал в Краснодоне и видел те крючья, куда бросали положивых краснодонцев, И вспомнил я то время, как было тяжело и трудно идти героям. Надо сделать все возможное, чтобы больше никогда не гершат. Чтобы мы жили с вами миром. И чтобы была возможность прожить эту жизнь так, как я уже сказал, горячо ли я Родину за то, что она наша. Делая все возможное, принося людям добро. И мы, наш ежеродный фонд мира, являющийся единственным в Республике Казахстан и одним из трех странах СНГ, Делаем все возможное, чтобы постоянно бывать среди людей. И особенно среди молодых людей. Мы просим вас всегда, горячо любите нашу Родину. Я, когда бываю в детских садах, говорю воспитателям, научите наших детей горячо любить своих родителей, чтобы, когда они выросли, не выгоняли бы их из дома. Научите любить вас, улицу, по которой они идут в садик окружающих детей. И поверьте мне, что эти дети вырастут настоящими гражданами нашей прекрасной страны. Мы взяли на себя обязательства. Все дети, которые родятся в Международный день мира 21 сентября, мы им присваиваем статус Детя мира. Вручаем им специальные свидетельства и подарки. И поверьте, что эти дети вырастут настоящими людьми. И мы хотели бы, чтобы все дети нашей области, нашей прекрасной страны, стали бы такими, о которых мы мечтали. Что если придет какая-то беда, мы сделали все возможное, чтобы, ликвидировав ее, сохранили нашу страну и сохранили мир на земле. Мир – это жизнь. И надо сделать все возможное, чтобы сохранить его на долгие-долгие годы. Дорогие ребята, я убедительно прошу вас, учитесь отлично, чтобы вами гордились и ваши родители, и наша страна, и мы взрослые, которые знаем, что такое война. И нам бы хотелось, чтобы никогда, даже не называлось это слово, чтобы этого никогда не было больше на земле. Мир прекрасен. И человек живет ради того, ради этой прекрасной, ради того, чтобы долгое-долгое время приносить людям радость. И поэтому я очень благодарен вам, Татьяна Ивановна, за то, что вы, Татьяна Ивановна, пригласили меня на вашу встречу. Я очень люблю детей и живу ради этого. Когда меня спрашивают, как вы работаете, я всегда отвечаю, я не работаю. Я служу людям и живу ради людей. Вот поэтому я хочу, чтобы вы стали такими же, жили ради нашей прекрасной страны, жили ради нашего прекрасного народа, жили ради любви к Родине, ко всем людям, живущим на земле. Дорогие ребята, дорогие взрослые, как только вы услышите, вы заметили, мы, Павлодар, особенный город. Правда, особенная точка на земле, на земле Казахстана и вообще. Почему? Потому что, смотрите, какой большой Казахстан, а у нас есть Всемирный фонд защиты мира. И кто сегодня поверит, что Владимиру Борисовичу, который прошел жестокие годы войны, встретил победу и сегодня 86 лет. А знаете почему? Вот таким выглядит Владимир Борисович. Потому что любит жизнь, потому что любит детей, потому что любит Родину и говорит, любите так, как следует любить то, что дает вам жизнь и право быть счастливыми. Под аплодисменты провожаем Владимира Борисовича на первую очередь.